Постепенно становятся более-менее понятны варианты и стремления новой казахстанской оппозиции, которая не исключено, что может в очень скором времени стать еще и властью. Так вот, что они говорят. Сегодня в интервью Украина-24 лидер оппозиционного движения в Казахстане Мухтар Аблязов заявил, что они пока что не готовы к переговорам с властью. То есть, о Назарбаеве речь уже не идет, он больше не власть, он куда-то там сбежал, по-моему, в Швейцарию все-таки. Кстати, оттуда могут выдать, так что ему дальше надо бежать. И что он еще сказал Мухтар Аблязов? Он сказал следующее, главная цель это полное свержение режима Нурсултана Назарбаева. То есть, они имеют в виду и Такаева тоже президента, они его считают креатурой Назарбаева. Соответственно, частью режима и вести с ним переговоры, судя по всему, им нет смысла. Тем паче, что, ну честно и откровенно, власть явно слабует, силовики переходят на сторону народа. И, соответственно, как бы никто из силовиков, ну знаете, такого жильяного сопротивления демонстрантам не оказывает. Дело в том, что все-таки у казахских силовиков, у казахстанских силовиков, по всей видимости, есть привязанность к своим родам, к своему народу. И стрелять в своих людей они, судя по всему, ну в подавляющем большинстве не готовы. Есть сегодня, конечно, такие, кто стреляли, но это единичный случай. Застрелили человека в Алматы, например. Ну это был один случай и, скажем так, у нас в Украине было гораздо хуже. Ну, по крайней мере, когда у нас уже пошли такие серьезные разборки, то, извините, у нас это все выглядело гораздо жестче, чем на сегодняшний день в Казахстане. Поэтому, вот при нынешнем уровне противостояния, я просто не вижу, какими аргументами и чем власть может отстоять саму себя, свое существование от народа. Если вы думаете, что что-то там успокоилось, нет. Там уже глубокий вечер, точнее, там уже практически ночь. Так вот, сейчас огромная толпа людей, вот я сейчас смотрю видео, опять идет маршем к площади республики в Алматы. Ну, Алматы, она действительно уже практически захвачена восставшими. И я не вижу там какого-то серьезного сопротивления со стороны власти. То есть, этот город полностью, а это самый большой город, это огромный город, самый большой город в Казахстане. Он полностью захвачен восставшими. В остальных городах, в принципе, ситуация похожая. Силовики имитируют защиту власти. А народ пока что захватывает абсолютно все телестудии, администрации. Короче, все, что, скажем так, все органы, которые отвечают за жизнеспособность их собственных городов. Кроме того, повстанцы перекрыли железные дороги в нескольких ключевых точках, чтобы не дать правительству уже теперь Такаева перебросить войска железной дороги из одного в другой район Казахстана. Я бы сказал, что наблюдается просто-напросто коллапс власти. И, повторюсь, я пока что не вижу, каким образом теперь уже Такаев может поменять что-либо в Казахстане. Ну, подождем, посмотрим, как говорится, мы можем только предполагать, Бог располагает, посмотрим, что будет через час, два, три. Ситуация там меняется ежеминутно. И что произойдет в ближайшее время, мы, конечно же, пока что не знаем.